Полюбившаяся миллионам поклонников, главная героиня сериала Ищейка в исполнении российской актрисы Анны Банщиковой буквально завоевала сердца миллионов зрителей. Несмотря на бурную личную жизнь героини этого фильма, у самой Анны Банщиковой всё в порядке в семье. Красавица Анна Банщикова никогда не знала недостатка в кавалерах, будучи ещё подростком, Анна всегда была окружена в мужским вниманием. Первая любовь у Ани случилась ещё в восьмом классе, причём возлюбленный по имени Дмитрий был старше молоденькой девушки. Он работал водителем грузовика и забирал девочку из школы на этой огромной машине, пытаясь покорить сердце Анны. Первая любовь настолько вскружила голову будущей актрисе, что Анна во что бы то ни стало решила бросить школу и выйти замуж за своего благоверного. Однако такое положение дел категорически не устраивало маму Ани. Всё дело в том, что мама воспитывала Аню одна, не считая бабушки. Отец девочки ушёл из семьи, когда его наследницей было лишь семь лет и переехал в Германию. Любовь к Дмитрию прошла, как только Анна повстречала на своём пути нового молодого человека. Тот оказался буддистом. На этот раз он приезжал за Анной не на грузовике, а на лимузине. Как признавалась сама Анна, роман с буддистом был похож больше на какой-то авантюрный фильм. Однако этот роман был недолгим. Вскоре на жизненном пути Анны появился он, солист группы «Секрет» Максим Леонидов. Они познакомились во время записи одной из программ на радио. Анна прекрасно понимала, что они слишком разные люди, да и к тому же Максим был женат. Но роман закрутился настолько быстро, что Банщикова даже переехала к Леонидову. Как признавалась Анна, это была сумасшедшая любовь. Она ради Леонида Банщикова даже ушла из театра и посвятила жизнь своему новому возлюбленному. А спустя три года пара решила официально стать мужем и женой. Этот брак продлился лишь пять лет и распался по непонятным причинам. После неудавшегося брака с Максимом Леонидовым у Анны был еще один мимолетный роман с московским бизнесменом. Ну а после Анна наконец встретила по ее признанию любовь всей своей жизни. Анна познакомилась в новогоднюю ночь 2005 года с юристом Всеволодом Шахановым, но порог у судьбы и он был женат. Ради Анны Всеволод развелся с женой и в 2007 году Банщикова вышла замуж во второй раз. В этом браке актриса наконец-то стала счастливой мамой. У счастливой пары родилось трое детей, сыновья Михаил и Александр и дочка Мария. Долгожданная дочь Мария появилась у актрисы уже в довольно зрелом возрасте. Но по признанию актрисы, когда она узнала о беременности и о тем более родах в 42 года, у нее не возникло и капли сомнения. Кстати, девочка уже побывала на съемочной площадке вместе со своей звездной мамой, появившейся в последнем сезоне сериала Ищейка. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем пока!